Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые граждане. Я с самого начала хотел бы сказать о нашей силе единства. Почему? Сегодня весь мир, в том числе и Кыргызстан, борется с коронавирусом, который внес свои коррективы в жизни каждого гражданина каждой страны. Правительство Кыргызской республики предпринимает все возможные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. И с самого начала хотел бы я поблагодарить всех граждан и партнеров, которые в стороне не остались, которые в этот трудный период поддержал наш народ и оказали нам гуманитарную помощь. И я хотел бы отметить, именно ваш помощь на сегодняшний день был, я думаю, неоценима и было своевременно. И согласно нашего приказа, в гуманитарной помощи специально создана комиссия Министерства здравоохранения, задачей этой рабочей комиссии является, конечно, в первую очередь оценка заявок, потребность наших организаций, медицинских организаций и распространение поступившей гуманитарной помощи. И как они работают? Специально план распределения они делают, и согласно этого заявок медицинских организаций рассматривают главные очаги, первоочередные, где у нас, грубо говоря, пожар, где у нас нехватки, и после этого они распространяются. Эту гуманитарную помощь на сегодняшний день вы можете открытым текстом посмотреть в нашем сайте. Как поступают они, размешиваются в нашем сайте www.med.kj. Она именно в этом сайте, значит, находится с правой стороны размещен, называется «Коронавирус официальных информаций». Если сказать, откуда какие гуманитарные помощи поступили, на сегодняшний день от 11 стран, значит, партнеров наших поступило на нашу гуманитарную помощь. Если можно отметить некоторых, это Азербайджан, это Китайская Народная Республика, это Турция, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Швейцария, Республика Иран, Узбекистан, Россия и США. Также я хотел бы отметить, что наши международные организации и граждане, также они стали в стороне, от 65 местных и международных организаций поступили также к гуманитарной помощи. Я бы некоторых хотел бы отметить сегодня. Это Абусахия КНР, АССАФА, Центр развития АЛАТО, Джунда, Корпорация Алибаба, ПРООН, ЮНСЕФ, ВОЗ, ТИК, Конгресс женщин Кыргызстана, Текимаш, Финкабанк, Инициатива Чонгалай, Алтынкен и так далее. Очень много наших организаций, которые нам, нашему народу Кыргызстана помогают. И также со стороны граждан, проживающих за пределами Кыргызстана, также они нам направляли свои гуманитарные помощи, особенно в последние месяцы мы сами видим и по телевизору показывают, как они нам, каждую свою родину, каждую свою село или городу помогают, они направляют свои помощи. Это мы увидели, как кислородные концентраты, когда не хватило, они все собрались за рубежом и направили для наших народов. Я сегодня хотел бы отметить, более 42 позиций поступило в гуманитарную помощь. Из них мы обобщили около 25. Это, конечно, например, разные виды шприцов или лекарств, или там других этих. Мы на 25 наименований их сократили. И хотел бы отметить их и озвучить, предварительно, как они поступили. Значит, аппарат ИВЛ – это 149. Кислородные концентраты – это 322. Пульс-оксиметр – это 225. Термометры бесконтактные – это, значит, 3353. Тепловизоры портативные – это 86. Защитные комбинезоны – 138 403. Экспресс-тесты – 146 тысяч. Набор ПЦР для анализа – это 20 тысяч. Ротатор – значит, 293 092. Маска – 1 миллион 500. Перчатки – 850 132. Антисептики – 54 813 литров. Бахилы – 208 099 штук. Спирт – это 1000 миллилитровый. 19 990 литров. Защитные очки – 52 171. И халаты одноразовые – 65 624 штуки. Набор для определения коронавируса – значит, 22 681. Средства дезинфекции – 2215. И больничные кровати – это 400 штук. Прикроватный монитор – 10 штук. Комплексы, значит, постельные принадлежности – это 990 штук. Комплекс аксессуаров для аппарата ОВЛ – 20 штук. Шприцы инъекционные – значит, 2 миллиона 731 тысячи двести. Шит для лица – значит, 53 тысячи 73. И лекарственные средства – 13 тысячи 286. Значит, наименование, которое я сейчас сказал, это поступило в нашу гуманитарную помощь. И эта цифра каждый день меняется. Особенно в последнее время очень много поступает в гуманитарную помощь. И это все, я повторюсь, вы можете увидеть напрямую на нашем сайте. И на ваших экранах, как она распределяется, мы таблицы показали. Я не буду это повторяться. Это, например, вот Тикимаша мы показали. Как, сколько поступает и куда уходит, какие организации. Значит, это вот Абусахи мы здесь показали, китайские. Значит, из Китайской республики поступило. Также гуманитарная помощь с Азербайджана, который поступал в мае месяце. И последний, вот ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, вот 14 июля поступал. Значит, здесь лицевые шитки, вот 46 тысяч 200, зашитные очки, там 14 тысяч 600. Халат одноразовый, 57 тысяч. И респираторы КН-95, 150 тысяч. Вот здесь в таблице указано, какие организации, какие области и сколько распределено. Это все, значит, утверждается комиссионно. Председатель комиссии на ордене замминистра утверждается и направляется по всем этим организациям. Они все это гуманитарную помощь получают в наших складах, значит, департаменты лекарственного обеспечения. И я последнюю цифру хотел сказать, вот таблица тоже у вас показана, наши обобщенные, значит, цифры хотел бы сказать. На сегодняшний день по областям, по бешкетам, вот здесь у нас указано, это здесь средства 69 606 литров, значит, это медицинское оборудование 3 335 штук сизы, здесь вот я говорил раньше тоже, это маски, очки, там все, значит, комбинезоны. Это все, если обобщить, оно получается 1 435 130 штук. До этого мы отдельно, где мы 25, когда мы говорили, там отдельно позиции мы говорили, здесь мы обобщенно говорим. Также реагенты и другие товары, это 80 554 штуки на сегодняшний день поступило. И они все розданы, и они уже во всех наших медицинских учреждениях, их как бы для здоровья наших народов уже используют. И последнее всего еще раз я хотел бы поблагодарить именно от имени Министерства здравоохранения всем партнерам нашим, всем гражданам, всем организациям, всем государствам, которые именно нелегкий период к Кыргызстану и к Кыргызстанскому народу, которые нам помогают. Большое спасибо от имени Министерства здравоохранения, хотел сказать, всем пожелать здоровья, благополучия. И также я хотел бы сказать, что мы вместе, это вот я вначале говорил, наша сила в единстве. Если мы вместе, мы победим все вирусы, не только коронавирус. Дай Бог всем здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова